Я говорю для команды. Я говорю для команды. Можно рассказывать, потому что я уже все запустил. В смысле стрим работает, да? Да, да, я просто чуть-чуть сам свернут. Ну что, прошла первая стадия банов, первая стадия пиков. Бан Клокверка мне непонятен немного. Дестер и Тимбер очень хорошие два бана. Вайпер тоже хороший бан вначале. Спектру забанили Экспо, Нагу забанили КР. Странные, странные баны вообще прям. Аппарат Вивер. Первыми двумя пиками у Экспо. Зевс Профет. Первыми двумя пиками у команды КР. А кто тебе не понравился? Да, мне не понравился Клокверк в первой стадии банов. И Спектра во второй стадии банов. Ой, но Спектра это вообще грязное что-то. Ну я не знал, может низклик был или что-нибудь. У КР не играет их мидер, если что. Мидер не играет? Блин, вот если честно, у них мидер самый сильный язык команды. Вот этот парень фанки внизу, это вот стенден на эту игру? А что с мидером, честно говоря? Ну мид, вот у КР не сильный, остальные в принципе не такие сильные. Ну это мое мнение. А как же у Флейн? А кто там кто? А, собственно. Ну, он умеет просто в дотку играть, но так, чтобы он прям нереальное что-то показывал. Ну я не знаю, не заметил, когда мы с ними играли. То есть больше всего напряжение создавал мид. Мид у них парнишка шарит в дотке, узнает, что к чему. Быстро нажимает на кнопки. Спектру подбанили, потому что взяли Профета и Зевса. То есть там Спектра ультит, два ульта от Зевса и Профета и, наверное... Ну, это такое, блин. Это все контрится, ну в плане, не так сложно. Прям, ну не убьет. Тем более Спектра это не тот керри, особенно вивер, аппарат. Вивер под червен тачем, там, ну, невозможно Спектре формить нормально. Тяжело. Ну что, третий пик? Пик Бэйна у Кэров. Может быть будут брать Патму? Но они любят Бэйна. Вот только насчет Патмы. Я просто не знаю, Профет он просто во Флейм пойдет? Или, может быть, это лесной будет, чувак? Ну, скорее всего, до левела третьего, пятого в любом случае надо в лесу постоять, потому что Фура это сейчас не тот герой, который во времена Адмирал Бульдога мог стоять против троих или четырех, там, без проблем. Сейчас дотка поменялась, и Фури не, ну, нереально стоять одному. Он без эскейпа, мало брони, мало ХП. Да, хотя бы Фейзы надо. С Фейзами, с третьим телепортом, полетел напрягать команду противника. Очень много движухи создает этот герой, когда он... Экспо взяли уже двух героев, которые контрятся этим за 180. Ну, у этих двух героев, у них хоть и контрятся, но у них 522 муэспида. Это много. Ну, особенно Вивер. Ну, одного, видимо, должен ловить Бэйн, по задумке. Ну, то есть, не по задумке, а то, что вот сейчас получается. Ну, то, что Бэйн будет минус одного делать в замесе, это по-любому, как бы это даже не обсуждается. Пока что нечем сбивать Экспо, ультимейт. То есть... Ну, только колд фит, но это... Да нет, он пока там, наверное, рассказывает, что уже умрет какой-нибудь Бонни Флетчер. Да, и Вивер тоже умрет, если не будет линки у него. Там, с прокаста Зевса, блин. И у Бонника, и у Вивера останется ХП 250, наверное, мне. Да, вот это, кстати, проблема достаточно. Вот так вот. Ну, ясно. Решили просто пацаны повеселиться. Еще сейчас какого-нибудь инвокера возьмут. Сикер Зевс. Зевс ультимейт, сикер всех видит, бегает под нереальному спидом, убивает всех. Самое смешное, что может это получиться. Ну да, это в теории. Может быть, получится. Просто мне вот не нравится отсутствие станов абсолютно у Экспо. На данный момент, во всяком случае. Необъемте, что нет, что станов нет. Да? Ну, я так же. Саппорт не любит, когда нет станов. Его прям бесит это. Нечем не цеплять. Постоянно кричит. Вернее, даже не с другой стороны. Получается, здесь вот против Бладсикера это и надо станчики. Бегать он будет побыстрее. И Вивера даже, возможно, в шутке. Скорее всего, сейчас заедет какой-нибудь, может быть, Никс, а может быть и какой-нибудь Леон. Что-нибудь. Ну, вот Никс здесь хорошо будет заходить. И у них есть, кто играет на нем довольно неплохо. Вот, видишь? Я прям просто вангом. А кто играет? Ну, у них парнишка. Мы вчера играли с ними. На Никсе показывал хорошую дотку. Я не знаю, кто точно. Ямик вроде. Вот этот онлайн. Он довольно неплохо на Никсе играет. Ну, и надо мидера. Ну, может быть, в мид аппарат. Возможно. Не буду отрицать. Ну, может быть, аппарат будет сапор. Ну, а как он будет член-тач на Вивера кидать? Ну, я вот не знаю, как бы. Может быть, Вивер пойдет в Хорду. Сейчас посмотрим, что будет. Но аппарат просто стоит довольно неплохо против Зевса. Да, против любого он стоит неплохо. То есть, такой герой, который на любой позиции себя чувствует довольно комфортно. Ну, кроме Хардлайма, конечно. Туда его никогда не поставят. Да и это бред. Пока надо подбанить. И вот кого банить в экспорианте. Кого банить? Ну, Мирана надо еще. Да, вот что-то типа Мираны. Мага забанина. Кстати, забанили КР. Ну, что-нибудь такое фокус вещает. Что-то не знаю. Мирана, это что будет? Трипла, Бэйн, Мирана и ЭБС? Ну да, походу, фарнаши в луси. Ну, а куда его еще поставить? Нет, мне кажется, если Профет будет в лесу, то... А, ну вот. Вот так вот. Теперь мне вообще ничего не понятно. Я в химии. Ну, это... Курка с Грейнон пойдет вниз. Сикер пойдет соло топ. И... Кура пойдет в лес. Ну, скорее всего. Ну, Зевс медь, естественно. Ну, да, Зевс, она хорошо. А, нет, Софика, вот, он вообще в харде же стоит. Да, не берет. Они сейчас, походу, пойдут в харду. Значит, Бэйн и... В общем, Бэйн и Кунка будут наверху? Профет в лесу? Нет, там может быть Бэйн и Сикер будут внизу, потому что, как бы, тяжело стоять Сикеру против триплыта. Мы еще забываем, что нет мидера, поэтому Софика может вообще пойти на мид. Сейчас все ясно будет. Вот лесник обычно на кэри. Ну, вот, а, он вообще в нит идет лесник. Вот так вот. Понятно. А, ну, правильно, да, Фанкин, ага, ну, все ясно. Так, ну, тебе все ясно, да? Ну, да, Профет в низ спадет один. И он, скорее всего, отобретет в лес или нет, или не залезет в лес? Или в лесу будет фармить Блдсикер. Так что происходит? Ну, вообще, у него затар такой, блин. Вообще, блин, я... Ну, ладно, я немножко не понимаю, что тут происходит. Но думаю, что... Ты меня, вроде, угадал, но я... Не лучше... Ну, зато в Экспо все ясно. В миде будет стоять Алхимик, Никс и... Да, Никс и аппарат саппорта, фармляющий Бонни. Они, судя по всему, да, пойдут? В Изи Боннига фармить будет. Ну, да, в хард пойду. Ну, потому что они понимают, что в любом случае что-то у них не так. Как бы герои сильнее. То есть... Ну, Вивер под Челентачем очень-очень сильный. То есть, это... Дабл... Шот, он нереален. На втором левеле можно сделать трипл килл, если они подставятся. Не нравится мне Зевс в дабле? Да, Зевсу много жить. Ну, тут один броней без мой спида. Как бы у Бейна хотя бы четыре броней. Так, ну, сейчас надо ФБ не пропустить. В смоках заходит Никс с аппаратом. И, возможно, сейчас примут... Да, скорее всего, примут. Ой, промазал Никс! Промах, 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 промах от Никса, все, уходит кунка. Ганг не удался. Сейчас Никс, конечно. Не, Никс... Ему нужно было подкопчик давать только после стана алхимика. Зачем вот этот вот рандом? Алхимик дал, спокойненько подкопал, потом его по ТАМИ. Да, тоже непонятно, если честно. Может быть, боялся, что просто куда-то слишком глубоко по Тауру идет. Ну, ладно. Так, на топе, на топе пока что за это время попрессинговали гидера. Ну, он отсылал крипчиков. Сейчас получит второй левел. И дивардит прям, какие задроты. Да, 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 потная игра. Старается. А что, вот этот вот Bloodseeker в лесу, он нормально вообще? Это рабочая тема, да? Ну да, как бы через пассивку фармишь крипчиков, тем более с топором. Он взял еще танго, если что, если вдруг умирать будет. Ну и видно, если вдруг у кого-то пол-ХП, можно выбежать сразу же. Да, да, в общем, да. Пограться. Вот Лаймвард у Кэра стоит. Они сейчас видели, наверное, как аппарат с Никсом зашли в лес. И с Антрию у них есть, ну прям. Ну да. Да, но Зевсу, конечно, будет здесь. У него еще раньше атаки такой стрёмный. Ему, по сути, только Арк Лайтнингом и добивать подходить лучше вообще не стоит. Ну, он отъедет, он это понимает, что если они выйдут, вот, примерно, вот, не знаю, вот, за вот эту вот зону. В общем, да, один стан Никса, и все. То есть, здесь не жилец. Это прям сто процентов. Так, а что там по крипчикам? 9-6 у Алхимика, у Кунки 6-1. Ну да, перефармливает. Ой, по луже ходит, и в пол-ХП просто у Кунки уже нет, даже меньше. И лечение все закончилось, а на бутылку еще не хватает. Ну, Алхимика ситуация получше, и сейчас еще выходит. Надо прятать, прятать. Ой, молодец, прятал Бэйн. Иксатом вверху на Зевса выходили. Да, 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 все, вижу, вижу, вижу. Я просто, как бы, забирает Алхимик-Реген. Ну, вверху ФБ не случилось. Да, вот это важная руна, ее бы... Вот, ФБ может случиться сейчас вот здесь, вот, может убить. Ой-ой-ой, это что такое сейчас? Это сейчас Бонник чуть ли не отъехал. Ну, отъезжает Фура, да, и здесь ФБ. ФБ делает Бонник. Ну, и минус Зевс, скорее всего. Да, и минус Зевс. Минус 2 за 10 секунд. Довольно неплохой буст в начале. Там у Профета единственный вариант был только, как Алхимикс палился на крипе там, вверху, сразу же ТП прожимать свое. Да, согласен, потому что он банку уже завозил. Он думал, убьет Бонника, думал, может он появится, да, затупит как-то. Ну, скорее всего, я так думаю. Но не убил. Ну, не убил, да, фиданул. Ну, зато по крип-статуу Фуриона довольно неплохо все. То есть, Бонник флэчера все. Обрати, пожалуйста, внимание, сколько танго себе закупил Кунг. Так, может быть, и выходит Бладсикер, и сейчас банку на него спустят. А, нет, вот так вот. Просто убил, и сейчас еще нет, нет, ну, или убьет, убьют. Вот это да, вот это просто, вот это фид. Сейчас на фидил Бладсикер. То есть, Кунг как бы что-то хотел, но в итоге отдались вдвоем. И как бы... Сейчас уже получат Зев с Фурионом. Ну, возможно, но Алхимик уже сильный. У него самый большой крип-стат. У Вивера тоже. Да, у всех трех героев, которые больше всего бьют у Экспа. У них самый большой крип-стат. Еще они убили кого-то. И сейчас, возможно, отъедет Алхимик, и не Алхимик, а Бэйн. Бэйн отъезжает, скорее всего. Или... Да, Бэйн отъезжает. Ну, странно, почему он так долго разворачивался. У них стоит здесь вард, есть вижен. Непонятно. Алхимик просто за Т1 идет и бьет Кунгу. Не боится уже ничего. У одного Фуриона дела идут нормально. Более-менее нормально. Из команды КР. Непонятно, задумка мне немножко. Как бы, как они хотели выиграть начало. Ну, единственный вариант был терпеть. Но что-то как-то слишком для терпения агрессивно. И Сикер уйдет. Ну, МПЛа нет, и маны на МПЛа нет. Хотя есть вот... Есть пять стиков, шесть стиков. Да, Бэйн заслипал. Ой, ой, ой. Кунка, Кунка. Так. Ой, двоих подкопал, молодец. Но Сикер должен, думаю, отъезжать. Нет, уходит Никс. Там уже сапожок есть. Промахивается торрентом. Просто так, просто так, три героя пробегали. Ничего не сделала. А почему Зевс выходит? А вот в Зевс выходит все-таки? Ну, Зевс не убьет. Нету дамаги. Размансовывает четверых героев. Там еще Алхимик заходит с ДД. Ну, сразу же минус просто с банки. Ну, нет, больше, наверное, никого не убьет здесь. Ну, сейчас подойдет Вивер. Потычкин, нет, не даст. Потычкин, но все равно. 6-1 счет. Как бы забрали Никса и потеряли Сикера. Сикер подороже будет с Порта-то. Так, у Фуриона что там? У Фуриона есть фазы. Седьмой левел. 31 крипчик. Фурион молодец. Хорошо стоит Лайн. Фурион не из тех героев, которые могут порешать. Ну как? Это герой, который может переформить всю команду. Но у них есть Алхимик. Так. Алло. Алло. Тебя выкинуло из игры? Нет, я сам выкинулся. Мне написали, что меня в ДДД не слышно. И обычно это исправляется реконектом. Ясно, ясно. Все понял. Ну тут просто паузу поставили. А, да. Что-то, может, тебя выкинуло. Да, не в Куевчике, да, выбили? Курицу, да. Вот это да. Сейчас вот Бладсикер может попасть. Импейлы будут. Ой, достает последним шипчиком прям. ПБС у нас здесь сложные. Сейчас умерз, умерз, умерз. Ну напрягает, два саппорта напрягают. Сикер не фармит, он пятый левел. Восьмая минута сейчас начнется. Делают все правильно, потому что Вивера здесь вдвоем, Бэйн и Зевс не убьют. Поэтому можно с саппортом спокойненько ходить, ромить, что они делают, и довольно успешно все. Да. Сейчас саппорты ждут Кунку, который ходит в лесу, ищет непонятно кого. Видно, у Сикера пригорело. И сейчас еще он отъедет. Наверное, он умрет. Да, умирает Сикер. Несобранный играет Кэр. Экспо просто наращивает преимущество. Единственное, упускает из виду Фуриона. Но я думаю, это не так страшно по сравнению с Алхимиками и Вивером. Да и двумя саппортами, которые уже бьют довольно неплохо вдвоем. Вивера ПТ. Вивера здесь никак не бьют. А, МИД решили оставить просто. Поформить решил Кунка на топе. Вези Лайн. В МИДИ как-то будет? В МИДИ наверное выйдет от БС, я вижу. Ну, вон пятый левел против девятого. Подмедалька и он за час за одну банку отъедет просто. А вот первый ультимейт. Ну, он ничем не помог. Ну, так отпугнул вроде тут Алхимика. Хотя... Да. Алхимик под ультой, он уже все это восстановил. Ну, сейчас уже почти на 20 крипов. Бонник перефармил. Огненные стрелы дают о себе знать. Ну, и по графикам, что там? По экспе. То есть, 3,5 тысячи. По голде свыше 5 тысяч. Офигенно. Это десятая минута игры. Да, это десятая минута игры. И если честно, то эта игра, скорее всего, будет за командой экспогейминг. Если, конечно... Ну, нет, корабль. Ну, минус аппарат, но это минус саппорт с фулл прокаста. Ну, тем не менее, минус герой. Там еще ульт был, он Зевсан. Да, ну, теперь появится курица, наверное, сейчас. Да, появляется курица и должна кому-то что-то нести. Ага. Зевсу. Зевсу Арканой. Урна, вернее, появилась. Ну, и вот... Ну, и не успеет, просто не успеет Фулион. Просто умирает. На сейве прилетел Бэйн, но на хостел химик это... Да, поздновато, поздновато. Мало ХП было у Фулиона, слишком мало. Ну, счет 8-2, десятая минута. Это, конечно, не так критично, но нечем... Как бы камбэчить можно кункой и фурой. Сикер. Ну, он бесполезный. Что у него там? А ульта Сикера таймлапс сбрасывает? Виверовский? Вот не знаю. Вот недавно сбрасывался у ульта аппарата. Сейчас не сбрасывается. Вчера вот только играл. До этого неделю назад играли. Как раз играли против атомиков. Я на вивере играл. И ульта аппарата сбрасывался. Не знаю, как насчет ульта Сикера. Честно. Не играл по стопоте. Сикер Цель. Если нет, то, в принципе, фиксировать Дивера на месте можно. Ну да. Его ультом. Его и убивать тогда, если он встанет на месте. Ну да, да. Это для вивера самое страшное. Стоять на месте. Вот единственный вариант, что ульт на Клинкса или Вивера Бэйна и Бладсикера на второго. Собственно, так их и контролирует. Еще остается как бы такой товарищ, как алхимик, у которого 67 кривчиков, 3 убийства. И уже меко. И уже меко, да. Помимо фейзоффа медальки. Он очень сильный сейчас. Самый сильный герой на карте. Шестой левел и одиннадцатый. В два раза больше. У Клинкса отшит. Нормально. Ну да. Поформил. Для Клинкса нормально. Сейчас еще будет сапожок. Ну сейчас, скорее всего, умрет какой-нибудь. Если вот сейчас выйдет далеко Бэйн, то он умрет. Ну пока вроде что-то почувствовал он тут просто еще. Ну да, почувствовали. Ну, пусть чувствуют, но тем не менее они теряют деньги, теряют опыт, теряют время. Просто стоянием. Странно, что пока еще Зисанию убили. Вот он там один ходит. Ходит Монсует. По Таурам, конечно. Ну, его убить. Ну такое, прилетит фура, если что, вот он дал уль, крепчики отпушили. Нет, нету шестого левела у них, а поэтому никак не убьют его. В четвером экзотом наверху стягиваются. Учима это дал химика и сейчас, что минус Таур будет, но вот сюда. Клинка прилетел, корабль у него есть, надо спрятаться. Вроде запалился. Нет, Найт был. Ну, вот сейчас драка это много расскажет. Есть шансы, ой, мимо Торрент, корабль никуда. Ну, что, это не драка, это минус три крипа. Драки? Ну, поформил. На миде давали, отрывается. Ну, без ульта Алхимика не буду заходить. Скорее всего, Экспо. Ну, это буквально пять секунд еще. До корабля Кунки гораздо дольше. Конечно. Нет, корабль был плохой и неудачный, не вовремя. Он был ужасный. Да. Не торрент, ну, то есть, да, вот три крипочка, но это не то. И вот в смоках. В Инвизии же, Алхимика и остальные в смоках. Да, минус Кунка. Или нет, или не минус Кунка. Ой, те же там вивера, вивера убили это. Ну и Кунку надо собивать. Ну, а сейчас Алхимик всех убьет. Алхимики инфибу, как бы. Ну, есть банка. Ну, минус Зес, минус Кунка. Так, минус Никс. Ого. Неплохо. Очень неплохо поджалились. Так, что по голоде отыграли что-нибудь? Нет, 7500. Ничего не отыграли. Скоро будет делать не крат, будут пробовать спушивать. Но они не должны были прям все, которые говорят. Вот фура просто сейчас умрет, да, это неприятность. И вот это зря он закрывался, потому что на нем блужу паук. Минус Бэйн также. Нормально. Да, так и он. Вот все, все, что только что хоть немножко вернули они в игроках. Старцы. 90 крипов у Клинкса. ПТФ паки, Сало. Ну, не напрягается сейчас. Возможно отъедет нутсикер. Да, не сего нутсикер. Тут без шансов. И кунка наверху. Ну, вот это, пожалуй, уже... Возможно такая жирная точка. Уже больше 10 тысяч. И вот мне даже больше нравится, они... На таких минутах не в 10 тысяч говорить, а вот 16 УКР, 27 УЭКСПО. Практически в два раза можно сказать. Что такое? Почему? Пауза. Что случилось? Так, какая-то перебранка с самого начала начавшаяся непонятная. Ну да ладно. Ну, детский сад. Да. По-другому и не скажешь. Ну и вот уже Т1 Тауров вообще нет УКР. Ну, если взять общую ценность на Творс, 9000 у Алхимика, 7800 у Боника, 6100 у Вивера. Дальше идет Фурион с 3600. Ну, что это за цифры? Это было у одного Алхимика, как у всей команды. Вот приехал Вивер здесь вниз. И просто что будет расстреливать? Ну, просто постреляет, да. Сделать таймлапс, если что у него. Маны есть, тристика есть. Ну, может приехать Боник. Ну, корабль, да. В Боника хорошо, еще далее достынь, но... Да, Боник умер. Но тульта уже лишняя была, хотя вот тут добивают и аппарата также. Зевс минус, правда, у него уже Имана не было. Торрент, к сожалению, тоже не было. И, возможно, догонят. Догонят не к самому. Да. Минус 4. Ну, обязанно Алхимика здесь убивать на самом деле. Ну, как обязанно? У него даггер. Он уйдет, просто уйдет. Да, я снова выкупил с собой бенчер. Может быть сейчас что-то, да. И сейчас минус 3, наверное, будет. А нет. Ты глянь. Сон успел Бэйн накинуть сон, но сейчас банка будет... Умирать сейчас. Хорошая какая лужа. Нет, только минус 1 урну. И торрент неплохой здесь, но вот... Ну что, нет, не взрывается. Хорошая лужа. Да, в даггер. В пункте долбанку убил. Да, ну здесь, конечно, сильный парень, но... Ну как же. Вот правильно, вивер делает сразу БКБ, никаких там вот этих вот приколов. То же самое сейчас с Клинзом, хотя вот Финсгрипп уже цепляет через БКБ. Ну и Финсгрипп, и Рафтура, она... Ну и сейчас поставили так, что в БКБ дамажен. Ну она вроде не кастуется в БКБ, но если до БКБ успела, да, то дамажен. Да, ты в БКБ будешь получать. Да, так что не очень приятно. Ну линка все-таки по... Ну я так думаю, вот получше линка была бы. То есть она бы избивала, если что, слип, либо ульт, либо другой ульт. Она появляется обычно в замесе, ну перед одним замесом спонтанно, и можно... Ну, минус Бэйн, просто разорвало. Ой-ой-ой, не видел. Ну вот здесь его убили. Да-да-да. Отъехал. БКБ больше не от Финсгриппа или Рафтура, а все-таки от вот этого прокаста, да, ультов Зевса и... Так, мне кажется, что Блотсикер... Что Блотсикер отлетел, но я так думал, что он просто и... Я думаю, что он не вернется на самом деле. Я думаю, что он не вернется на самом деле. Не играть, да. Он решил, что это датка не для него. Ну что, они ждут, да? Потому что они, видимо, ничего не знают. Они еще не знают о том, что он не вернется. Вернулся, переподключился. Ага, да, все нормально. Ну, сейчас БГ, скорее всего, будет написано. Ну, не сделают ничего. Ребята, искали. Просто... Ну, там Кунка, а Джуков сейчас убрят. Ой, и убили все-таки Клинкса. Ну, пока минус один. Ну, нет, я правил только что резно с собой. У меня его драки. Минус Зевс, это 100% минус Кунка. Или именно сколько его... Да, 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 ушел Кунка. Но он ушел, он ушел хилиться, то есть драки его не будет. Да и драки не будет. Просто забирают Т2, наращивают дальше преимущества, и ждут пока вы написали на ДГ. Хорошо играет Экспо. Но обычный, а там делает грязь. Хорошо играет. Задисунуть за Denial Sun Tower, ну, то есть не за Denial, а за Loast Hig. Да, да, убил Дил Тауэр. Это вивер был. Немножко не успел Не имеет не крафура Но как бы Осталось 22 тавара у команды КР Все товара практически все целые Хотя и фурион Но дефают очень хорошо Да не то что дефают Просто навязывают драку Не, но фурион он Если и будет что-то только вот с этого момента Начнет хоть как-то сплитпушить У него Некра появились До этого он все-таки не мог этим заниматься Но просто тут уже настолько все плохо Да, что? Могут не обращать внимания И в пятером просто пушить и все Клинкс в очередной раз минус Бладсикер Ну, Химика очень много денег А, он даже так Даже Дагон решил купить Почему? Почему бы тоже не пофаниться? Ой, сейчас может Никс попасться Да, Финс Грипп И просто Ну вот фанится не фанится А Сентри Варта поставили Ну да Обычно в фан-играх Сентри Варты не ставят Ой, еще и ульт Закастил зачем-то Зевс, да? Что это было? Неясно Проверочка, чтобы Бладсикер быстро бегал или что? Может быть проверочка Он просто на кнопку случайно нажал Скорее всего Да ладно, ладно, пацаны Это проверка Тем не менее, я полаганима уже есть у Зевса Ну да, но... Прямо, конечно, это зарешает Корабль, кстати, корабль-то хороший сейчас Под четверо и может прям попадает И вот сейчас бы это у Зевса Но нет Просто Мека А, ну нет, Мека в КД И это Меки не было, все уже фуловые Ну, сейчас был очень хороший корабль Да Но нечем драться, нечем дальше бить Функа в итоге отъехал сам Ай-яй, тут замахнулся уже Бладсикер на... Добивать аппарата Сейчас как бы сам не отъехал Да, как бы сам не отъехал Но он отъедет А, ну отъедет, да Потому что ты такой А, нет, бегает быстро Нет, все-таки Ну, бегает быстро, но толку Там вообще нивер был Но Фурион забирает Тауэр внизу Хоть какие-то деньги в своей команде приносит Сейчас надо ему Что-то не брожали влив, пацаны И за ним приехал Никс И это сейчас будет очень неприятно Ну, он никак не убьет Не убьет, не убьет, да Все закрывается И до свидания Правда, да Дагон это хорошо Уже третий, кстати У Алхимика будет Ну, это много на магии Ну, вот единственное хорошо Что у них Алхимик А не какой-нибудь там пак Я не знаю Но он толстый И вот Аду льдой сложно его убивать А так вот у них все тоненькие В принципе у Экспо Могло и получиться Вот с этой задумкой То есть по идее как Там два ульта снимают ХП И Блодсикер бегает И добивает Ребята Ну, с ультами что-то не получается Дзевс то его не юзнет То и юзнет Непонятно как Когда у Фуриона нет его Зачем юзать В итоге все фуловы И так Заходят в пятеро В четвером В пятеро Садит на крест Кунка Попадает торрентом И что? Неужели? Да ладно? Ой, идет по дроптуре И ему просто кофе Да, Вивер Просто живет Ему все равно Он отхилился И нормально Все живы И сейчас отъезжает Кунка Отъезжает аппарат Отъезжает Сикер Вивер Так, размин какой-то нереальнейший Тут был заболевающийся Более 4 в 3 А, 5 Нет, 4 в 3 Да, все правильно Да, очень много было Сейчас может быть 5 в 3 Салон алхимика Которого Бафт оказался Думаешься Ой 5 в 4 Но алхимик При этом выжил Имеет 9 в 0 Сейчас будут стики И Бэйн и должен в сон садить Ну вот, сон, сон Все правильно И убегает Да Ой, ну мог, кстати Алхимик-то накачивать банку Блинкаться И успевал он застанет Бэйна Ну почему-то этого не сделал Ну что, опять? Ну, блин, алхимик уже фловый корабль В алхимика И все это попадает Блин, ну он так жестко хилится По третьему Ну попадает Без Сикера Тут делать нечего Им Они не убьют Просто не убьют Угу 11 Плюс 11 броней И мне нечего делать тут С алхимиком Не стоит с ним связаться У Фуриона тем временем уже вторый не края И практически третий есть Может быть, что 9-10 Это у кого у нас у Блаттикера До 1-10 в Блаттикер Мейнфидер Не заехал этот Персонаж В данную игру Ну, заслуга прежде всего В этом экспо Что он не заехал Да, хорошо отыграли Саппорты хорошо отыграли Никс у них очень хорошо играет Вот, наверное, этот парнишка И был вчера на Никсе Рассказывает Что надо делать Импел он попадает Всем попадает Минус Бэйн Корабль Ой-ой Вызвали Никров Корабль Надо таймлапджи А нет, таймлапджи не будет А, нет, таймлапджи не будет А, Некро уже вторые палят, да? Севс, Севс, Севс Нет, не отъезжает Не попал в него Да, нет, Некро-третий Да, нет, Некро-третий Не стоит ему задержаться Хотя, что-то никто не собирается Или нет, вот чертят ребята из Экспо Что надо сносить Поэтому Вайна Нужно срочно собирать Вэйл кому-то из КРФ И тогда будет сложно, на самом деле Заходить на Хайграунд Экспо Потому что герои Не совсем те Ну нет, у них Боник есть, он просто убьет Талор Дальше запрыгнет алхимика и со своими ХП Ну тем более, что же собирает ВКБ Сейчас он после Рошана уже может купить себя Ну если он убьет Роха, то он, наверное, купит Так Нет Ну не хватает просто денег Да, 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 не убил Роху Ну сейчас на фарминг Вивера там уже Критами попахивает Не думаю, что это будет МКБ Крит из Самато Ну Как бы я скептически отношусь к Критам, если выбирать На Вивере Бурезу И МКБ То есть сзади залетает Смотри, каверы как-то сзади подкрылись Просто минус 2 сейчас Да, но есть алхимик Хорошо заехали, но есть алхимик, да Который сейчас убить может пятерых Минус 2, минус 3 Байбекается еще и аппарат Сейчас, наверное, будет давать ульту Уходит, скорее всего Урион, если в него не попадет ультимейт А ультимейт, возможно, попадет Да, ультимейт попадает минус Фурион Или не минус Фурион Хватит ему? Хватит ему ХП, нужно где-то, чтобы 150 было, 120 Да, 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 да А, первого лава, четверо А, да, все, тут вообще Глава второго лава, когда другое дело Ну, вот и заходит Ну, хорошо все равно, Зевсу долбит там Нет, хорошо зашли Парни постарались из КРФ, но у них без шансов Там вот, кстати, КБ прилетело Все-таки И что там много на фиге, не дай, КБ Курьон-то как-то отъехался А, понял Ну, да, запрыгнул в алхимик И ребята делают Грязь Таймлапс, таймлапс А, нет, не таймлапс Выпи, выпили Пишу, человеку разменяют, да И сейчас сразу сон надо делать А, сон делать не в кого Ну, нет, можно в алхимик Все правильно, но в БКБ Где таймлапс? Так, таймлапс здесь Ой, 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 ой Вивер-то может сейчас умереть? Нет, не умирает вивер Минус вивер Минус вивер Минус вивер, да Ну, ну, минус 5 А, тэкспо Алхимик И от бараки Он сейчас поедет, кстати, наверное На Топ Тауэр И заберет его Ну, а, смысл Нет, долг Ну, да, это Только такой вариант Но тут же прилетает аппарат Подпускает ту ульту Ой, промазал колд фитом Промазал ультом Ну, не, ульт помазал все-таки фуры Ча там он пролетел Ну, да, ну, в смысле он не влетел в него нормально А там вроде разницы же нет Но он дамажен По тебе пролетел? Нет, ну, если он по тебе пролетел, ты не регенешься 350 дамэджа, да, ты имеешь? Да, 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 да Да, ну, а, кстати, фурион-то Тауэрс пушил Там довольно много хп у него было Ну, были некра Некра убили тавр Мидо уже нет УКР там Мобильность свою повысил Никс Да Соседние спауны формят Клинкс и Блодсикер Так это мило Сейчас Ну, сейчас Да, и Сикер поймет, что он ошибся А нет, что-то Клинк затупило Нет, Блодсикер понял И вовремя понял Ну, да, 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 да А вот Кунка, наверное, отъедет А нет, странно Не пошел за ним до конца алхимик Да, и он не заметил, что он замансовал А вот это Мэглсонг и будет это Это будет Это Ариоблэйд Да, по-любому Ну, опасный алхимик такой Что-то было, это профета появится И потопу будут сейчас носить экспо Вот тут страшно даже на самом деле графики открывают Но я все-таки попробую Ой-ой-ой Что там? 30 тысяч? Ну, 25 тысяч по голде 25 тысяч Ну, скоро был По голде 41 на 69 Ну, сохраняется вот этот вот Небольшое преимущество Да, возможно, сейчас переломят экспо Игру и... Ну вот, приготовились КР тут принимать Все это дело Расположились Зевс должен быть, да Ну, Зевс вот Как-то он так прям Опасно стоит Самый первый Как будто он самый толстый Да, у него агоним, но, блин Но он не самый толстый Даже с агонимом Самый, да Что за корабль Что за Просто безобразный Плохой корабль Торрент Без креста Без ничего Притом, очевидно было, что Просто разводят Экспо там Тусуются Пятером И ждут, пока этот корабль Будет пущен Ну, и сейчас можно Вот без корабля уже Стремно, на самом деле Будет Да не то, что стремно Не вариант Туда ли есть Вообще без корабля Сейчас они просто Зайдут и убьют всех Пока ни в кого Не попал аппарат Зато Бэйн Просто с рассказами Бэйн Минус сикер Ну, ушли, ну что Ну, регенятся Корабль через 8 секунд будет Так, убили Бонника Тем временем, кстати Как-то так Ну, и выходит Тут еще один корабль В алхимика, может быть Даже попадет Попадает, действительно В алхимика еще нет Крута Ну, может даже Надо его убивать И убивает его Зевс Убивает фуру Отъезжает, наверное, Е Да, Кумка отъезжает Таймлапс Ну, вряд ли Поживет Поживет Да, у него Еще 200 хп Это много Ну, не снесли вышку Сделали минус 4, а они снесли Тауэр Как-то странно Это что такое? Это что такое? Что сделал Вивер? Что сделал Вивер? Очень-очень плохо сейчас сыграл Вивер Гем, кстати, у Зевса И он видит сейчас Никса, да, Никс Почему-то не прокликал Не ожидал Раптура И просто тпа Ну, и правильно, действительно Вот это да Вот это да Вот это хорошая игра Тэкспа Очень хорошо сыграл Никс Бонник сделал Минут 2 Аппарат Почитаем Может байтил Но байт получился И... Да, лучше не придумаешь И сам не умер Но сторона стоит, кстати Тут дайвили, дайвили Под фонтаном Скоро у Кунки появится Кристалис уже Ну, а почему отменил телепорт? А! Ахахаха Ай Клоунада Прям какая-то Может и хорошо, что Не полетела сейчас фура вниз Иначе бы Иначе бы Рисковал от алхимика Он отлететь Очень легко И непринужденно Ну и есть ульту Профета Ульту У Зевса, вернее, есть У Профета практически есть Тут иллюзий никаких Можно не строить Тут явно будет Вин от Экспа Ну и вот Третья попытка захода На хайграунд Что-то уже, блин Еще даже Тауэр не убили Уже минус 2 От Экспа Блоксикер и Бэйн Забрали аппарат АКР Ну, тут Бессмысленно Пытаться дальше Дефать Так, куда-то линкует Вивер Гем А, ну вот Да Гем Это Так, я тут немножко Отсутствовал Извиняюсь Пришлось побеседовать Ну Особо ничего не изменилось Дальше идет Доминирование Экспа Команда КР Ну Команда КР Настраивается на вторую игру Как бы Как тут на ДВ Лиге Принято На самом деле Первая игра проигрывается В большинстве моментов В большинстве матчей А вторую Команда собирается И выигрывает Ага, вторая наоборот Расслабляется Да Мы взяли там Боника И Боника, наверное, убьют Да, убили Боника Боника убили, да Алхимик забежал Боника дали все Финсгрип Ульт Но причем БКБ Ну вот Если даешь Финсгрип Ну, наверное, ультсикер уже лишний Минус сикер Накручивая там Алхимик Сейчас будет куда-то прыгать Прыгает за Бэйном Ну, хорошо подняться И просто Очень-очень больно все Не знаю, мне кажется, этот проказ Можно было в ЗИСА отдать Там Бэйн мог и так умирать Ну, Лотарс дособирал все-таки фура Там, правда, уже Т4 пушится Неясно, почему не пишут в ГГ Что хотят доказать этим Команда КР, что они такие бесстрашные Могут биться с мегакрипами Или с Алхимиком У которого фарма больше, чем у всей команды Ну, пока, судя по всему, не могут Показать, может, хотят, но не могут Ну, да Забрали гни Нет, не забрали гни Пу разумеет О, что и Эрт творит Кирилл Умирает Верт, кирпай Профет, москрывает Вот Зевс, правда, не поживет здесь А может поживет Ясно Могут бюджет В другую сторону Обменкаться, чтобы Зевс убить Боялся, как химик? Ну, да Шесть тысячу денег наформил Слатов, продавец Ну, надо медальку, конечно не мог продавать и рапирку вставить и что он хочет на радио можно сделать какой потому что он был дискорд будет делать чтобы догонывать сразу но я что пока и без этого получается все ну почему не пишут гг ну сейчас уже упадет трон и нет смысла писать гг ну да можно еще чуть-чуть убивать под фонтаном ну с абсолютным доминированием первую игру выигрывает команда экспо гейминг